Издательство 1С Паблишинг Из студии МДМ Вижн представляют Наталья Жильцова Азалия Еремеева Академия магического права Брюнетка в бою Пролог Повелитель мира за щитом наблюдал за ходом сражения и довольно скалился Его верный соратник как никогда был близок к тому, чтобы уничтожить этого назойливого пса, главу Ордена Нивергатов И даже все возрастающее количество потерь среди теней, которых слаженно истребляли Нивергаты, не могло испортить настроение Повелителя В конце концов теней за щитом хватает, даже и пятого ранга Заменить их несложно А скорая смерть оборотня с лихвой окупит все потери Слишком часто Травеси становился на пути хаоса, так что сейчас взорвавшегося волка ждала заслуженная кара Ну а Повелителя приятное дополнение к доставке долгожданной гости И глядя через Хартхана на израненное тело главы Нивергатов, хаос с предвкушением улыбался Заметив слабые попытки маленькой видящей окутать оборотней щитом, Повелитель с усмешкой покачал головой «Своенравная девочка, только все бесполезно, твой щит лишь начало путевидящей и...» Фраза так и осталась незаконченной, ибо в этот момент Травеси окутал плотный энергетический щит и отбросил Хартхана в сторону Ударившая по хаоси, то сила хранительницы на мгновение сковала его тело И этого хватило для, казалось бы, уже умирающего Травеси Молниеносный удар и острые когти оборотня снесли голову носителю Хартхана Сразу же вслед за этим по приказу Травеси в хаосито ударили потоки магии порядка Мгновенная боль умирающей сущности эхом резанула по Повелителю И тысячелетняя ментальная связь с хаоситом седьмого ранга прервалась Повелитель застыл, не в силах поверить в случившееся «Не может быть!» — билась единственная мысль «Хартхан не мог погибнуть» «Повелитель?» — заметив перемены в настроении хозяина, обеспокойно позвал Даршан Те «Хартхан!» — от рыка хаоса, казалось, задрожал весь пустынный мир «Они убили Хартхана!» — Даршан Те вздрогнул Гибель равного по силе соратника не укладывалась в его голове, как и в голове его хозяина, ярость которого достигла пика Вокруг Повелителя замерцали багровые сполохи, и на месте взбешенного хаоса взметнулся огненный смерч Клубящийся, гудящий багрово-черный вихрь рванулся вперед, сжигая все на своем пути Оставляя оплавленный слой черного песка и смрадный дым сгоревших теней, которые не успели убраться с пути разъяренного хозяина Казалось, на мир за щитом мгновенно опустились мглистые сумерки И в полумраке ярким пятном выделялось пламя мчащегося по пустынному миру раскаленного смерчи Даршан Те наблюдал за смертоносной яростью Повелителя с двойственными чувствами С одной стороны, хаоситу, конечно, было несколько не по себе При мысли о том, что каким-то жалким смертным удалось уничтожить сущность седьмого ранга Но при этом Даршан Те понимал, что теперь он единственный Чьими глазами Повелитель мог видеть происходящее за пределами подвластной хозяину части мира Вечного союзника соперника больше нет И значит, власти в руках палача стало намного больше А власть Даршан Те любил Минут через десять, прерывая приятные мысли хаосита, вернулся слегка успокоившийся хаос Даршан Те двинулся к хозяину И под его ногами захрустело дымчатое стекло, в которое превратился верхний слой песка Шел палач спокойно, будучи уверенным в собственной неприкосновенности «Как мы вообще допустили, что этот орден дотянул до наших дней? Почему их не истребили, как в свое время видящих?» «Все еще рыча от злости», — спросил хаос «Им удалось уничтожить сильнейшего из моих подданных» «Хардхан недооценил этих псов, повелитель», — прошелестел в ответ хаосит «И вот результат. Мало того, что он уничтожен, так еще и видящее не доставлено к вам Как я и говорил, стоило убить девчонку на месте» «Я сказал нет» В голосе хаоса добавилось повелительных ноток, заставляя Даршантия склонить голову и отступить на пару шагов «Девчонка неприкосновенна. Она нужна мне живой, здоровой и довольной жизнью» «Но повелитель, она теперь недосягаема. Наверняка верховный Нивергат упрячет ее в Оландорские горы», — осторожно возразил палач «Не волнуйся», — хаос усмехнулся «У меня есть то, что может заинтересовать видящую. Она будет приходить ко мне сама» «Сама?» Даршантия с сомнением посмотрел на хозяина «Конечно, она не трусиха, но, повелитель, я уверен, добровольно видящая здесь не появится. К тому же у видящей есть щит, так что подобраться к ней быстро не получится, а при малейшей опасности сразу появятся верховные травеси» «Все это я и без тебя знаю, Даршантия», — раздраженно перебил хаос «И тем не менее поначалу девчонка будет приходить сюда из-за крови снежной волчицы. А потом, думаю, мы подружимся» Палач изумленно вскинул голову «Но, повелитель, она вас боится. О какой дружбе может идти речь?» «Друг мой, ты забываешь, что она единственная видящая в этом мире, о которой известно и Верховному, и Невергатамы, и, как я понимаю, ее отцу» «Представь только, как они все на нее давят. Между ними нет единства. Каждый будет тянуть ее в свою сторону» «Это утомительно — жить среди чужих интриг и в паутине лжи» «А вы?» «А я стану тем, кто не обманывает, не устает слушать и не требует ничего взамен. Пока» «Я, конечно, поторопился с тем, чтобы выдергивать ее из своего мира. И это стоило мне Хартхана. Но больше я не собираюсь сделать таких ошибок. Терпение — прекрасная черта характера. Тем более, что с каждым днем в мире за счетом растет число моих сподвижников. И когда маленькое видящее решит мою проблему, мы будем во всеоружии». «Разумеется, повелитель». «Хотя Даршан Тия так и не узнал точно, что именно задумал его хозяин, уверенность в голосе монстра его порадовала. «С этого дня все дела и полномочия Хартхана переходят к тебе. Надеюсь, я смогу на тебя положиться, друг мой». «Конечно!» — прошелестел Даршан Тия, тщательно скрывая радость. «Хорошо. А теперь оставь меня». Палач быстро поклонился. Спустя мгновение чернильно-черный вихрь портала унес Даршан Тия прочь. Хаос же, задумчиво осмотрев окружающий обугленный пейзаж, переместился на каменное плато. Озаревшая его огромная кроваво-красная луна словно напиталась яростью хозяина пустынного мира. «Я подожду, моя дорогая справедливость», — с предвкушением произнес тот. «Еще немного подожду. Тем более, что ключик, открывающий дверь моей тюрьмы, уже практически у меня в руках. И поверь, дрожайшая соправительница, твой мир заплатит за каждую секунду, проведенную в ловушке, которую ты мне подстроила. «Я уничтожу даже намек на твою силу. Через пару сотен лет люди забудут, что ты вообще существовала. Во всем мире останется только один повелитель, которого будут прославлять и которому будут поклоняться. И это будешь не ты».